Первый день практики в НИИ от твоего университета. В отдел кадров спрашивают, из какой комсомольской организации и по какой путевке тебя к нам направили? Мямли что-то невнятное в ответ. В кабинете коллеги обсуждают песню 87 года по центральному телеканалу, чехословацкую мебель и открывшуюся в городе книжную ярмарку. Кто-то подходит к тебе и предлагает купить билет на концерт Эдиты. Ехим ДК профсоюза во время прерыва достаешь свой телефон. Сеть не найдена. Коллега, увидев его в твоей руке, с неподдельным интересом просит показать свечу до техники. Проходящий мимо мастер с укором говорит, что пользоваться такими устройствами в институте не положено. Наконец-то этот странный день заканчивается. На следующее утро ты заезжаешь по делам в свой университет. А тебе и говорят, почему тебя вчера на практике не было? Как же не было? Я весь день отработал в НИИ. В каком? На загородном шоссе. Вот характеристика. Оттуда достаешь бумажку из карманов штанов. Молчаливая тишина в кабинете. НИИ на загородном шоссе не работает 30 лет, а ты должен был поехать в бизнес-инкубатор на пригородном шоссе. На старой истлевшей бумаге с советским кербом написана твоя характеристика и стоит твоя подпись. На полуистлевшем штампе угадывается надпись Министерства общей промышленности. СССР. НИИ. Радиосвет. 87-й год. Когда ты выходил из кабинета, краем глаза увидел, как декан молча поднимал трубку черного телефона без диска и кнопок. Алло, субботний вечер? Говорит радиосвет. Кажется, у нас получилось.